Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о 31-32 стихе 5 главы Евангелия от Матфея, в котором Христос однозначно запрещает развод. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Эти высказывания Христа повторяются в Евангелии четыре раза с разными вариациями. Всегда интересно сравнивать различия для того, чтобы выявить главное ядро этого мысли Христа. Например, евангелист Лука говорит об этом безотносительно ветхого закона. В Евангелии от Матфея Христос говорит, как будто полемизируя закон Моисея. Вы слышали, как было сказано древним, а я говорю вам. Все это говорит о том, что вопрос о браке и разводе уже в древности был очень сложный вопрос. Буквально очень сложный, запутанный, непростой вопрос. Ситуации бывали самые разные. И они были разными не только с юридической точки зрения. Очень важно представить, что в древнем иудейском сообществе только мужчина имел право дать разводную грамоту своей жене. Женщина в отношении своего мужа такого права не имела. И поэтому вопрос, кто совершил прелюбодеяние, действия мужчины описывались глаголом в форме активного залога, действительного залога. Когда говорилось о женщине, то говорили страдательном залоге. То есть фактически только мужчина может совершить прелюбодеяние. То, что совершает женщина, это всегда некий пассивный объект прелюбодеяния. Однако это не исключало того, что и женщин тоже могли побить камнями за этот грех. Так обстояло в древней иудее. Другое дело в Риме. Там мужчины и женщины перед лицом закона были практически равноправны. И в случае прелюбодеяния виновными могли быть признана и та, и другая сторона. Именно поэтому евангелист Марк учитывает практику римлян и говорит об этом со своими нюансами. И ситуации могут быть самые разные. Одно дело, когда кто-то разводится и вступает в новый брак. Другой вопрос, что остается его второй половинке, которая остается разведенной. И наконец, как относиться к тем, кто женится или выходит замуж за уже разведенного или разведенную женщину. И здесь настоящая головоломка. Каждый случай очень сложный и решить его однозначно невозможно. Поэтому мне хотелось бы обратить ваше внимание лишь на один удивительный момент, который специалисты называют исключением от Матфея. Потому что евангелист Матфей приводит этот запрет, но есть небольшая оговорка. Кроме вины любодеяния. И здесь вопрос выходит далеко за рамки морального рассуждения, что дозволено, что недозволено, что считается пристойным, что считается непристойным. И даже не касается каких-то богословских размышлений, в результате которых было выработано учение о нерасторжимости брака. Как вы знаете, с давних времен на христианском западе и на христианском востоке по-разному относились на практике к вопросу о браке и повторном браке. В католической церкви этот вопрос решается однозначно. Разведенный человек не может быть венчан и второй раз вступить в брак, он отключается от причастия. В православной церкви допускается определенное милосердие и благословляется повторное вступление в брак для того, чтобы человек мог реализовать, осуществить эту великую заповедь Божию, создать семью. И можно с уверенностью сказать, что никакие слова, написанные на бумаге, не оказали такого колоссального влияния на судьбы миллионов людей, как этот вопрос о браке и разводе. Но самое интересное здесь, конечно, не морализаторство и не какие-то юридические выкладки. Самое интересное в Евангелии – это сам Христос. Поэтому очень важно всегда иметь это в виду. Самое интересное – это понять личность самого Христа, понять, что он говорит между его слов, угадать его чувства, угадать его нравственный облик именно в каком-то глубоком значении этого слова. И для того, чтобы понять эту ситуацию, кроме прелюбодеяния, о чем идет речь, очень полезно вспомнить другой случай, который описывается в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. Перед Христом оказывается женщина, застигнутая с поличным во время праздника кущей, женщина, повинная в грехе прелюбодеяния. И специалисты практически единодушны, что этот эпизод является вставкой, он не принадлежит перу Евангелиста Иоанна, но это ничего не меняет. Никто не сомневается в том, что в этом эпизоде мы видим Христа, и этот эпизод выражает самый дух и самую букву Евангелия, именно новозаветное отношение к человеку и к его поступкам. Итак, если сопоставить слова Евангелиста Матфея, которые мы только что с вами прочитали, и этот эпизод в Евангелии от Иоанна с женщиной, взятой прелюбодеяния, то мы видим потрясающее различие. Об этом говорится совершенно в разной тональности. Ведь Евангелист Иоанн не говорит о том, что эта женщина раскаялась в совершенном преступлении, что это кающаяся грешница, или хотя бы что она с какими-то слезами умоляет о пощаде и вызывает некое сострадание у Христа. Ничего этого не говорится. Христос просто отказывается выносить какой-то приговор, устраивать какой бы то ни было суд. И здесь мы видим, конечно, какой-то поразительный контраст. С одной стороны, очень резкое суждение в Евангелии от Марка, от Луки, от Матфея. Другое — это выражение беспредельной кротости, деликатности. И это более всего иногда возмущает некоторых людей. Христос не высказывает ни тени осуждения. Конечно, можно сказать, что Христос всегда рассматривает конкретных людей и конкретные случаи. Одно дело, существует некий абстрактный принцип, другое дело, когда мы смотрим в лицо живому человеку. Вполне возможно, потому что действительно многие люди имеют сентиментальные слабости и могут проявить большую или меньшую снисходительность и предвзятость в своих суждениях. Например, известно такое правило, что плачущий преступник имеет гораздо больше шансов получить оправдательный приговор, чем невинный человек, который просто ведет себя с чувством достоинства. Потому что как же не пожалеть плачущего? Разве кто-то может принять вину того, кто плачет? Но Христос совершенно не поддается таким человеческим, психологическим воздействиям. Он совершает еще больше потрясающий жест. Он отказывается вообще творить суд. Он говорит, я тем более не осуждаю тебя. Ступай с миром. Он отказывается выносить приговор. Здесь, конечно, мы касаемся другой темы. Почему в Евангелии говорится, не судите, или каким судом судите, таким вам и отмерится. Таким судом вы и будете судимы. И мы очень часто думаем, что здесь просто есть какая-то житейская мудрость о том, что тебе могут всегда отплатить той же самой монетой. Поэтому из чувства предосторожности лучше лишний раз ничего не высказывать в адрес другого человека. На самом деле нет. Просто логика Христа в том, что вообще не нужно входить в то пространство, в то помещение, где кто-то кого-то осуждает и приговаривает тем более к смерти. Потому что если ты оказываешься в пространстве суда, это однозначно говорит о том, что ты вышел из того пространства, где пребывает божественная любовь, агапы, и ты однозначно разлучен с Богом. Поэтому не судите, имеется в виду вообще не входить в это пространство, искушение, суда, там, где кого-то могут приговорить к смерти, пролить чью-то кровь. Но тогда, может быть, вообще не о чем говорить. Потому что зачем тогда устанавливать какое-то правило, если на практике все равно будут поступать иначе? Какой смысл устанавливать закон, нарушение которого не влечет за собой никакого наказания, более того, не подлежит суду? И здесь мы касаемся другого очень важного нюанса. Для того, чтобы понять, что означает слово закон Тора в устах Христа, нужно расстаться с некоторыми нашими предрассудками. Потому что в нашем понимании слово закон – это некие правила, которые влекут за собой уголовную ответственность или хотя бы какую-то ответственность и наказание. Итак, единственный способ понять Христа – это понять, что он не выступает как некий законодатель, он не устанавливает новый закон, новые правила поведения, он не предписывает какой-то новый регламент, потому что регламент действительно обязывает совершать определенные действия под страхом наказания. Если ты что-то нарушаешь, то будут приняты санкции. Любое уклонение влечет за собой соответствующую реакцию. Более того, Христос не выступает как философ, он не законодатель, он не философ, моралист, который рассуждает о временах и нравах, которые царят в его обществе, совершенно нет. Христос в данном случае выступает как некий пророк, как истинный пророк с большой буквы. Он пытается до нас донести, в чем состоит дело Божие, чем занят, какой работой, каким трудом занят его Отец, для того, чтобы мы смогли принять участие в его делах, в его планах, в планах спасения человечества. И, конечно, ключевым словом в Евангелии от Матфея является слово «милость». И тот, кто внимательно читал это Евангелие, конечно, помнит, как постоянный лейтмотив, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы». Поэтому Христос здесь не устанавливает какие-то жесткие правила, которым нужно следовать, некую тропинку, по которой нужно идти, а шаг влево, шаг вправо будет расстрел. Нет, он скорее предлагает некую канву, которая позволяет человеку совершать в жизни правильный выбор, совершать поступки, которые будут угодны Богу. Это скорее некие константы божественного действия и установлений. Именно поэтому он здесь говорит с особой властью. Он не говорит здесь как некий повелитель, как он предписывает нечистым духом из идти вон, но здесь он говорит другим авторитетом отца, пророка, который указывает путь, и этот авторитет остается непререкаемым. Слово «тора», как комментируют некоторые исследователи, буквально означает жест руки, который указывает правильный путь. Поэтому это некая канва, это некий путь, который человек может выбрать, и тогда мы можем понять, почему Христос с такой непостижимой добротой и почти отцовской нежностью относится к людям, которые приступили законно. Он проявляет какую-то нескрываемую милость, которая только подчеркивает его авторитет пророка. И евангелисты нас призывают в той мере, в какой это в наших силах, подражать Христу в том, в чем мы отвечаем в нашей жизни, особенно когда мы должны высказаться или принять какое-то решение именно как христиане. В наше время очень много сложных ситуаций, где нам нужно проявить определенную твердость, честность перед Богом, обличить грех, помиловать того, кто нуждается в милости, особенно в той сфере интимной жизни, к которой относятся сказанные здесь слова. На портале «Экзагет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.